Губительная весна 1944 года. Фашисты грабили подчистую, обрекая уцелевшее мирное население на верную смерть. Нацистская карательная операция «Кармаран» Баклан в мае-июне 1944 года по замыслу немецкого командования должна была завершиться полным уничтожением партизанских соединений Борисовско-Бегомийской зоны. Окружив народных пстителей у озера Полик, гитлеровцы методично, сжимая кольцо, уничтожали на своем пути деревни и хутора, грабили и расстреливали мирное население. Везунчик. В то июньское утро Михаил Кожура из деревни Козлы очнулся в лесу. Жутко болела голова. Казалось, по затылку ударили чем-то тяжелым. Правое ухо онемело, частично пропал слух. Мужчина с трудом сел и потрогал окровавленную голову. Жив. Огляделся. Тут и там лежали бездыханные тела односельчан и жителей соседних деревень. Ему, можно сказать, повезло. Полицаи посчитали, что мужчина мертв и не стали добивать. Через два года Кожура расскажет советским следователям. В период оккупации в целях сохранения своей жизни я совместно с семьей проживал в партизанском районе. В мае 1944 года началась организованная немцами карательная экспедиция против народных мстителей. Партизаны отступали к болоту на реку Березина, а я стал скрываться в лесах. По свидетельству мужчины, в начале июня полиция Ильянского района и батальонцы, предатели из так называемой Белорусской краевой обороны, выехали в карательную экспедицию. Убивали беззащитных людей, уничтожали целые деревни и хутора. Впрочем, дома и хоспостройки сожгли еще раньше, и жители ютились в землянках среди обгоревших печей. Но и эти пристанища нелюди предавали огню, забрасывали гранатами. Видя такое положение, все члены моей семьи спрятались в лесу, каждый в отдельности. Я находился в лесу Боровского, и вдруг его окружили полиция и батальонцы, которые меня поймали. Делился Кожура. Пленника избивали, пытаясь выведать информацию о местонахождении партизанских семей. Ничего связанного и конкретного он не мог сообщить. Вдоволь поиздевавшись над измученным мужчиной, каратели скомандовали. Следуй вперед. Прошел десяток шагов, сзади раздался выстрел. Позже Кожура узнал. В те дни убивали всех, кого нашли в лесу. Сожгли хутора с толпы, Щековщина и Бобровка. А их жителей расстреляли. Протокол допроса Михаила Кожура долгие годы хранился в архиве и стал доступен широкой общественности лишь несколько лет назад, рассказывает заведующий отделом публикации Национального архива кандидат исторических наук Святослав Куленок. Целью операции «Кармаран» являлась очистка тылов 3-й немецкой танковой армии, восстановление нормального движения по дорогам Докши-Целепель, Минск-Витебск и захват Бегомля. Для этого требовалось расправиться с партизанскими соединениями Борисовско-Бегомельской зоны. Народные мстители контролировали достаточно большую территорию – полностью Бегомельский и Плещенецкий районы, кроме самих Плещенец, частично Лепельский, Халапенический, Борисовский, Смолевический, Логойский, Заславский, Радашковичский и Ильянский районы. По Борисовско-Бегомельской зоне проходили важнейшие транспортные коммуникации, уточняет наш эксперт. В Бегомле действовал аэродром, который принимал грузы с большой земли. Командование вермахта считало, в случае ухудшения ситуации на фронте, наличие партизанской зоны в тылу создаст серьезную угрозу. У немцев уже тогда появились все основания опасаться новых военных поражений. В «Кармаране» задействовали части 3-й танковой и 4-й полевой армии. Войска СС и подразделения полиции «Россия, Центр» и «Белоруссия». Кроме того, привлекли подразделения 6-й воздушной армии. Из 60 тысяч карателей сформировали 4 боевые и 2 заградительные группы. Общее руководство операцией, как и большинством других кровавых расправ на нашей земле, осуществлял глава СС и полиция в Белоруссии Курт фон Готберг. Силы народных пстителей значительно уступали немецким, рассказывает Святослав Кулинок. По данным белорусского штаба партизанского движения, против карателей действовало менее 22 тысяч как непосредственно партизан, так и бойцов и спецподразделений. Просочившиеся части Красной армии, выброшенные десантники, принудительно мобилизованные гражданские лица и бежавшие служащие из местных формирований полиции. Так Готберг в своем приказе о начале Кармарана обрисовывал врага, цинично умолчав тот факт, что воюет с белорусским народом. Карательная операция началась 25 мая 1944 года. На первом этапе немцы планировали оттеснить партизанские формирования Сенинско-Оршанской зоны к озеру Полик. Это позволило бы перекрыть пути отхода на восток. Сразу после этого должно было развернуться наступление на соединение Борисовско-Бегомльской зоны. И, наконец, максимально сужая кольцо окружения, севернее озеро Полик, гидлеровцы намеревались окончательно ликвидировать последние очаги сопротивления. Этот зловещий план почти удался. К середине июня немцы смогли окружить основные силы партизан. У озера Полик не стихали бои. На пятачок земли фашисты обрушили сотни авиабомб. Нескончаемо велся артиллерийско-минометный обстрел. Карамаран привел, как сейчас принято говорить, к гуманитарной катастрофе. Акцентирует внимание эксперт. Каратели беспощадно расправлялись с местным населением. Уничтожали жилые постройки, чаще всего землянки. Жителей расстреливали или сжигали. Скот и продукты питания отбирали. Молодежь целенаправленно вывозили в Германию. Естественно, наученные страшным опытом предыдущих карательных акций, сельчане массово прятались в лесах и болотах. Это стало смертным приговором для тысяч людей. Пойманных в лесных массивах, независимо от пола и возраста, каратели причисляли к партизанам и казнили без суда и следствия. Случай с Михаилом Кожура – тому доказательство. Командир партизанской бригады «Железняк» Иван Титков 25 мая 1944 года в приказе по подразделению отмечал «Бежать нам некуда, в районе тысячи женщин, детей и стариков». Немецкие фашисты знают, что скоро в эти районы придет Красная Армия. Вот почему они поставили задачу во что бы то ни стало уничтожить населенные пункты и население. Положение народных мстителей у озера Полик ухудшалось каждым днем. В ходе боев отдельные партизанские формирования утратили связь со штабом партизанского движения. Гитлеровцы захватили базу стремительно, что к вечеру 28 июня бойцы 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов подошли к Борисову. Выжившие жители деревень начали выходить из лесов и болот. Без раскаяния. В послевоенное время чекисты проделали огромную работу по расследованию преступлений фашистов и их прихвостней. В том числе в ходе карательной операции «Кармаран». Батальонцы – одни из них. Некоторые источники так называют участников белорусской краевой обороны. БКО, говорит Святослав Кулинок. Название не получило широкого распространения по той причине, что БКО было создано за полгода до освобождения Беларуси. Успели сформировать 34 батальона общей численностью около 22 тысяч человек. В подавляющем большинстве это были мужчины, рожденные с 1908 по 1924 год. Батальонцы принимали активное участие во многих карательных операциях 1944 года. Наш эксперт цитирует показания Николая Чурая, участника белорусской краевой обороны, которое тот дал, оказавшись в плену в конце мая 1944 года. Немецкий обер-лейтенант, посылая нас наступать, говорил «Деревни уничтожить, население забрать или перебить, скоты имущества эвакуировать». Еще в Минске я слышал, как офицеры говорили «Идем на партизан, будем жечь и уничтожать все». Солдаты боятся немцев и выполняют приказ. Многие участники БКО, попав в плен, признавались. Моральное состояние батальонцев на низком уровне. Отдельное подразделение с оружием буквально перебегали к народным мстителям. А их командиров фашисты арестовывали и расстреливали за организацию уходов партизаны. «Немцы на нас смотрят, как на собак. Сами в бой не идут, а посылают нас вперед. Сами идут сзади с автоматами и пулеметами и говорят, кто будет бежать, потому будем стрелять в спину». Оправдывался перед следователями Николай Чурай. Но не только перспектива стать пушечным мясом пугала участников БКО. Они жаловались на скудное питание, страх перед отправкой на Восточный фронт, атмосферу постоянного террора в частях. К своим пособникам из числа коллаборантов гитлеровцы относились как к рабам. Что уже говорить про мирное население, которое фашисты за людей не считали. Вот что вполне буднично поведал на допросе 20 июня 1945 года военнослужащий 58-го транспортного батальона «Гебель». При проведении карательной экспедиции моим отделением из деревни Старый Лепель доставил в город Лепель 7 человек граждан и 3 коровы. Людей и коров сдали в лагерь. Из деревни Карабаново в 10-12 километрах от Лепеля доставили в Лепель 30-35 человек советских граждан, около 12 центнеров зерна, 10 коров, 7 лошадей и 4 повозки. И так во многих показаниях пленных фашистов. Угнанные в Германию расстрелянные мирные жители перечисляются наравне с коровами, лошадьми, тоннами зерна и килограммами сала. Шванцер, служивший в 26-м полицейском полку СС, в октябре 1945 года рассказал советским следователям. Общим количеством всем полком было отправлено в германское рабство примерно 10 тысяч человек мирных советских граждан, судьба которых мне неизвестна. Скотт, принадлежавший угнанным в германское рабство мирным гражданам, отбирался и отправлялся для нужной германской армии, а населенные пункты, вышеперечисленные, сжигались. Было сожжено около 30 населенных пунктов, названия которых я не помню. Шванцеру вторит его командир Фальк. Так же, как и в предыдущих операциях, в соответствии с поставленной перед полком и моим батальоном задачей, вся местность, по которой мы прошли, была опустошена. Я с моим вторым батальоном прошел 15 деревень, и после меня в этих деревнях ничего не осталось, кроме пустых строений. Все население забрано и угнано. Всего солдатами моего батальона было задержано в деревнях около 800 человек мирных граждан. Их отправили на сборный пункт полка, а затем в Германию. Помимо задержанных в деревнях, при проческе леса в районе озера Полик было задержано около 200 человек мужчин и женщин, разбежавшихся из деревень до нашего прихода. При прочесывании леса нами убито 20 человек. Убивали тех, кто оказывал сопротивление или пытался скрыться от нас. Тимон из роты СС 26-го полка сообщил следователям. Во время так называемого прочесывания одной из деревень в жилом доме обнаружили пятерых безоружных мужчин. Позже в близлежащем лесу задержали еще троих мужчин и четырех женщин, тоже без оружия. Командир роты допросил задержанных, но они ничего не знали о партизанах. Всех расстреляли из пулемета. Шольц из 24-го полка СС рассказал следующее. В деревне, название которой не помнил, его рота убила 25 мирных жителей за то, что они не хотели отдавать скот и выходить из домов. Шольц лично расстрелял двух женщин и четырех мужчин. Еще один свой подвиг он совершил в начале июня в деревне под Борисовым. Там казнили 18 мирных жителей, потому что те ходили и просили кушать. Шольц собственноручно застрелил трех голодных крестьян в одном из уцелевших сараев. Другой эсэсовец, командир оперативной группы в ходе карательной операции «Кармаран» Вайсик, на допросе 25 декабря 1945 года свидетельствовал. Все трудоспособное население направили на сборные пункты для отправки в Германию. Имущество, продукты питания и скот отобрали. Его подразделение во время экспедиции в районе Радашкович и Березина расстреляло четыре сотни мирных жителей, поскольку те уклонялись от задержания или скрывались от угона в Германию. При этом всю жуть происходящего Вайсик пытался свалить на слишком рьяных подчиненных. Находившийся под моим командованием майор Романов со своим полком производил массовые расстрелы мирного населения на участке Радашкович и Логойск. Этим полком сжигались все населенные пункты в указанном районе – жилые дома, церкви, школы и другие учреждения. Солдаты в пьяном состоянии врывались в населенные пункты, избивали и грабили население. Еще один офицер из 280-го полка 95-й пехотной дивизии «Осфальт» под тяжестью улик сознался, что во время Кармарана его подразделение уничтожило примерно 3000 советских граждан. Среди убитых я лично видел много женщин, у которых никакого оружия не было. В этой же болотистой местности вблизи местечка Ушачи в 20-х числах мая 1944 года мною было обнаружено много мирных советских граждан, скрывавшихся семьями в землянках и бункерах, которые впоследствии без разбора взрывались ручными гранатами, выбрасываемыми во внутрь землянок и бункеров, в результате чего погибали целые семьи. Я лично видел до 12 таких взурованных землянок с погибшими в них советскими гражданами, среди которых были женщины, дети и старики. В каждой землянке было по 6-10 человек. Чудовищные показания Принке из 406-го немецкого полка. По его словам, трудоспособное население собирали в сараи, избивали и вместе со скотом гнали на железнодорожную станцию. Особенно усердствовал переводчик, оберефрейтор, имени которого история до нас не донесла. Он безжалостно избивал детей прикладом, отрывал малышей от матерей и рвал женщин за волосы. Если те, они достаточно быстро, по его мнению, строились в колонны. Старые бессильные люди должны были без всякого питания идти с нами вперед, говорил Принке. Капитан Байер их просто называл «минные свиньи». Ввиду того, что партизаны, отступая, заминировали много мест, дорог, этих граждан гнали перед частью для разминирования территории с тем, чтобы предотвратить гибель своих солдат. Они шли впереди и тянули за собой обычно плуг или барану. Это также делалось по приказу Байера. Один раз рота гнала перед собой 10-15 стариков. Им не давали ничего съедобного. Они слабели, и один солдат роты в шутку, чтобы повеселиться, всю эту группу расстрелял из пулемета в лесу. Хотя солдат приказ на устранение стариков не получал, Байер был этой выходкой очень доволен. В архивах сохранилось огромное количество показаний карателей – немцев, полицаев, батальонцев, рассказывает наш эксперт Святослав Кулинок. Попадаются протоколы допросов у мирных граждан, тех, кому посчастливилось уцелеть в мясорубке под названием Кармаран. Так Синявский, житель деревни Хатеново Смолевического района, вспоминал. В мае 1944 года карателями были сожжены деревни Хатеново, прудище, юрово, мгле, кривая поляна, сухой остров. В нашей деревне, где я проживал, каратели расстреляли, сожгли заживо до 200 человек мирных советских граждан. Они, землянки, забрасывали гранатами и подрывали взрывчаткой. Стрельчонок из Холмовки Бегомельского района рассказывал следователям, как скрывался от карателей. «Мне пришлось прятаться около двух недель. В течение этого времени все время беспрерывно происходила стрельба из различного оружия, и немцы ходили по лесу. Мне временами, чтобы не попасть немцам в руки, приходилось зарываться в мох, и я слышал, как от меня в пяти метрах проходили немцы, которые по пути движения производили обстрел леса, кустарников и всех подозрительных мест. Весь лес был усеян трупами мужчин и женщин. Нацисты безжалостно сеяли смерть на белорусской земле, грабили подчистую, обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. С 25 мая по 17 июня каратели отобрали 2640 лошадей, 3017 голов крупного рогатого скота, 106 овец, 1415 с половиной тонны зерна, 308 центнеров картофеля, приводит факты Святослав Кулинок. Угнали в Германию 1414 человек, сожгли полностью или частично около 100 населенных пунктов. Судя по архивным документам, счет невинных жертв карательной операции Кармаран среди мирного населения идет на сотни, тысячи человек, но точной статистики пока нет. Узнать всю правду о голодной и страшной весне 1944 года в преступлениях фашистов и их пособников нам еще предстоит, и мы обязательно ее узнаем. Такое нельзя забыть. Автор Алексей Горбунов